Здравствуйте! Это программа «Честное слово» и я, Маруся Загорская. Сегодня мы обсудим, как воспитывать кота и не воспитывать мужа, зачем работать, если ты любишь тяжелый люкс. И в гостях сегодня Яна Матвейко. Я коммерческий визажист, всегда об этом говорила. Фу, Яна! Смывай! Я так не пойду. Я не вижу необходимости делать какие-то вот эти экстравагантные творческие макияжи. Мне это не очень интересно. Я заработала 5000 рублей за день. Я думаю, ну в принципе, если так зарабатывать, можно жить. Предложили, да, там остаться? Да. Но ты сказала, да нафига мне этот Париж, вы мне столько не сможете платить, сколько я зарабатываю в Бранауле. Я понимала, что мне маленько подужаться, 2-3 месяца я сама ее открою. Девочка из хорошей семьи подкопила денег, чтобы открыть собственный бизнес. Это вообще нонсенс. Мне хотелось доказать то, что я могу сама, чтобы отец был горд мной. Пишут о том, что где бы ты была, если бы не Матвейко. То, что у нас происходит в отношениях внутри, это намного глубже и серьезнее, чем все об этом думают. Вот почему ты там в 30 лет не родила? Я, может, лечусь 5 лет. Я, может, хочу этих детей. Ян, привет. Привет. Ты одна из самых популярных в Инстаграме девушек Барнаула. И поэтому очень любопытно, это специально, планомерно было сделано и продумано, или это так получилось? Вот именно так получилось. Я ничего для этого не делала. Так вышло просто случайно, абсолютно, на самом деле. У тебя есть какая-то стратегия, по которой ты занимаешься раскруткой, или абсолютно контент-план, вот как сейчас модно говорить, личный бренд, вот это все? Видела мой Инстаграм? Да? Как ты считаешь? Есть там какой-то контент-план или нет? Ну, ты достаточно регулярно все это делаешь. Пол, еда, цветы, макияж, разнобой полный, поэтому у меня нет какого-то такого контент-плана, которому бы я следовала, поэтому нет. Зов сердца мой контент-план. А в соцсети помогли тебе каким-то образом прокачать интерес к тебе как к профессионалу? Ну, это как-то, я насколько помню, ты за последние два года вообще очень сильно стала интересна не только в Барнауле, да, там это был и Париж. Ну, мне скорее профессиональные навыки помогли прокачать Инстаграм, потому что изначально, почему стартанули подписчики фотографии до после, и после этого начали на меня подписываться. Прям достаточно так интенсивно, наверное, человек по 100 в неделю у меня приходило, прям регулярно, регулярно, постоянно, постоянно, и только вот до-после. Поэтому скорее наоборот, то есть что профессиональные мои навыки помогли мне достигнуть этого количества подписчиков. А то, что я поехала в Москву, ну, я в принципе сотрудничала с брендом по ЭЗ до этого еще, и естественно, они меня позвали, так как они считают, что я ведущий, хотел сказать, блогер, не блогер, визажист Барнаула, поэтому они меня туда и позвали. То есть там, по большому счету, количество подписчиков не играло никакую роль, просто были нужны определенные навыки, они понимали, что я стрессоустойчивая. Но вообще у тебя в работе такое было, что кто-то говорил, фу, Яна, я так не пойду, убирай. Нет, не было. Вообще ни разу никто не сказал, что вот... Нет, я тонкий психолог, я считаю, я тонкий психолог, я сначала узнаю, куда мы идем, что мы делаем, как человек ходит в жизни, то есть я никогда не стрессану человека, тем более, если он пришел ко мне в первый раз. То есть я этого не делаю никогда, я не сделаю зеленые смоки айс, даже если я буду уверена, что они пойдут, но человек к этому не готов. На второй-третий раз я там могу уже что-то как-то выдать, так скажем. Ну вот я слышала мнение твоих коллег наших местных, они тебя, ну грубо говоря, обвиняют в том, что ты очень коммерческий визажист. Что ты на такие обвинения можешь ответить? Ну, начнем с того, что из своих коллег, как ты говоришь, по Барнаулу я практически никого не знаю, поэтому мне в принципе уже приятно их внимание, что они обо мне знают. Очень здорово это. Я коммерческий визажист, всегда об этом говорила, мало того, и курс у меня по визажу называется коммерческий визажист, я этого никогда не скрывала. Коммерческий это что значит? Продаваемый, актуальный, модный. Ну, то есть я не вижу необходимости делать какие-то вот эти экстравагантные творческие макияжи, мне это не очень интересно. Безусловно, я умею это делать, и мало того, я умею делать элементы грима, то есть всякие раны рваные, порезы и так далее. Я умею делать людей красивыми, я не считаю, что креативные макияжи делают людей красивыми. Мне нравится людей преображать, делать их красивыми, делать им хороший тон, чтобы у них была идеальная кожа, чтобы каким-то образом преображался взгляд. То есть я люблю делать людей красивыми. Красивыми без коммерции их не сделать, поэтому я коммерческий визажист. Вот, кстати, по поводу еще одно, тоже скажем так, обвинение в твою сторону, то что ты настолько преображаешь людей, что зачастую их невозможно узнать. Ты же понимаешь, что до-после это модели. И на этих фотографиях я хочу максимально показать, что я могу сделать. До-после для того и делается, чтобы показать, что ты умеешь, что ты можешь поднять глаз, например, да, который упал. Ты можешь выровнять кожу с любыми неровностями. Ты можешь нанести тон так, что никто не подкопается, никогда в жизни не поймет, что у тебя есть какие-то проблемы с кожей. Смысла нет делать девушку симпатичную, с ровной кожей и делать ей нюты, две фото рядом. Не будет глобальной разницы, зачем это делать. Смысла нет. Я просто ее выложу с красивым нюдиком и все. Да, когда есть над чем поработать и когда ты можешь показать свои профессиональные навыки, почему бы этого не сделать? Просто если кто-то этого не понимает, тем более, если ты говоришь, что это говорят коллеги-визажисты, ну, это очень странно. Как ты устанавливаешь цены? Как ты понимаешь, что вот сейчас моя работа стоит столько, допустим? У меня фиксированная цена. Но она же меняется со временем? Со временем, да. Я периодически, конечно, поднимаю цену, но потому что ты же понимаешь, что поездки в Париж, поездки... Вот в Сочи я летала не так давно, да, повышалась. Я летала в Екатеринбург не так давно, повышалась. То есть, естественно, это все стоит определенных денег. Когда ты в себя вкладываешь и оставлять макияж стоимостью, допустим, там, тысячи рублей, да, это странно. Потому что я вкладываю, у меня очень много косметики. Ты была у меня в студии, кстати? Нет. У меня постоянно какие-то новинки, все самые классные, все самые крутые, все самые дорогие. Я все это скупаю, покупаю, работаю. Я только на тяжелом люксе. Поэтому считаю, что имею право поставить определенную цену, потому что, во-первых, я искренне считаю себя профессионалом. Потому что есть люди, которые красят у меня по 10 лет и не изменяют мне, что для меня очень ценно и приятно. Плюс я работаю очень на дорогой косметике. Поэтому я считаю, имею право поставить цену ту, которую я считаю объективно адекватной. Вот я смотрю, то, как развивается твое дело, я наблюдаю уже давно за тобой, и я вижу, что это все развивается по правилам, ну, такого большого, хорошего бизнеса. Ну, мы все знаем, что у тебя папа большой, хороший бизнесмен. Вообще, родители тебе давали какие-то советы, каким образом развиваться, чтобы это было не только, ну, вот, реализуюсь и, там, лишь бы дома не сидела, а чтобы это именно приносило доход? Ну, тут такая история, я отучилась-то очень давно же. На первом курсе, естественно, тогда вот это мое увлечение серьезно никто не воспринял. Естественно, я не собиралась становиться визажистом, я вообще планировала двигаться в ту сферу, по которой я училась. Я училась на социально-культурном сервисе, туризме, гостиничном, ресторанном, бизнесе. То есть я планировала вообще как-то там управляющей гостиницей, может быть. Ну, просто у меня начало получаться, и меня начали приглашать на какие-то съемки, кого-то накрасить, потом начали просить накрасить за деньги, чью-то сестру, невесту. Потом, по-моему, в курсе на третьем мы сделали первый проект, который на тот момент принес мне серьезные деньги, как мне казалось. Я заработала 5000 рублей за день. Мы работали с утра до ночи на проекте, с фотографом мы скооперировались, и вот тогда были наши первые фотопроекты. Это, кстати, были самые первые фотопроекты в городе, мы эту тему все начали. И у нас тогда фотопроект стоил 1000 рублей. 1000 рублей. Девочки приходили пополам с фотографом, мы это все делили. И вот я тогда за день заработала 5000. Я думаю, ну, в принципе, если так зарабатывать, можно жить. Чтобы это все стало уже бизнесом, тебе родители помогали, то есть у тебя было такое, что... Финансово ты имеешь... Ну, вообще финансово советом было такое, что, дочь, вот тебе такие-то деньги на аренду, потому что если ты не будешь арендовать студию, то у тебя ты не разовьешься, никогда не будешь нормально зарабатывать. Ну, еще я дам тебе совет, как эту студию построить, чтобы люди приходили. Или вот такое было? Нет, не было. Нет. На аренду я, в принципе, когда... Я сняла студию-то не так давно. Я работаю это уже больше 10 лет. А студия у меня, ну, может быть, года 3-4. Я не считала целесообразным ее содержать. Мне не очень хотелось в нее вкладывать. Я ездила по выездам, фотостудии, дома. То есть я, ну, либо дома кого-то принимала, да. То есть я долгое время работала дома. И я не видела смысла вкладывать в студию. Потом, когда я уже поняла, что у меня очень много людей на обучение, что я спокойно потяну эту аренду, без какого-либо ущерба для себя, тогда я уже решила открыть студию. И то я помню, что я поставила отца перед фактом. Я позвонила, говорю, пап, я нашла место, хочу, чтобы ты посмотрел. Говорю, хочу вот сделать себе студию. Я, кстати, даже не помню, как он отреагировал, но как-то относительно нейтрально. Конечно, потом я пригласила их на открытие. Он так гордостно пришел, посмотрел, похвалил меня с цветочками. Аренда у меня была невеликая. Я взяла около 20 квадратов. На тот момент это, по-моему, около 10 тысяч рублей было. Плюс какая-то мебель. Но я на тот момент уже подкопила денег, чтобы я могла сама себе все это купить и, так сказать, ни в чем себе не отказывать. То есть на тот момент, когда я открывала студию, у меня уже был хороший, стабильный заработок. И я могла содержать студию и сделать ее себе без особых каких-то там затрат, не занимая ни у кого деньги. Ну, то есть как-то так. Ну, вот, слушай, для меня это сейчас вообще удивительно, да? Потому что, ну, все-таки девочка из хорошей семьи подкопила денег, чтобы открыть собственный бизнес. Это вообще нонсенс. Что тебя заставляло зарабатывать деньги, если как бы тебе это особо-то, ну, наверное, и не нужно? Ну, начнем с того, что с золотой ложкой я не родилась. То есть вот это становление нашей, скажем так, семьи, это все происходило на моих глазах. Я все это видела, я видела, сколько работает отец. И мне как-то всегда было стыдно подойти и сказать, пап, купи мне машину. Пап, купи мне там квартиру, что-то еще. То есть как-то папа всегда давал мне то, что он считал нужным. Мне хотелось, чтобы мои родители гордились мной, что они меня воспитали хорошей девочкой, в меня вложили очень много сил, средств, вообще, в принципе, всего, да, для того, чтобы я стала нормальным человеком. И мне хотелось доказать то, что я могу сама, чтобы отец был горд мной, что я не пришла, не сказала, пап, дай там денег мне на студию, мы откроем, я вот хочу зарабатывать. Я понимала, что мне маленько подужаться, 2-3 месяца я сама ее открою. Тебя обижает то, что тебе в соцсетях, насколько я вижу, частенько пишут о том, что где бы ты была, если бы не Матвико. Я работаю, отец за меня не ездит в 8 утра, невест не красит, а то и в 6, и в 5, да. Понятно, что мне дали воспитание, естественно, мне, я не сама заработала себе на машину и на квартиру, я этого никогда не скрывала, я считаю, это нормально. Мне кажется, в принципе, все родители пытаются дать все самое лучшее своим детям. И, конечно, когда у тебя есть уже определенный, скажем так, багаж, капитал, я не знаю, квартира, машина, понятно, что мне уже не нужно на них зарабатывать, я могу зарабатывать на какие-то там свои путешествия. Единственное, что мне очень, я считаю, в моем продвижении помог отец, они оплатили мне путевку на неделю моды в Париже. Опять же, там сначала нужно было пройти кастинг, нужно было отправлять свои работы, нужно было сделать видео, то есть, если бы у тебя не было определенных навыков и профессионализма, тебя просто туда не взяли. Вот, вот эту путевку мне подарили родители на день рождения. Ну и расскажи, как это? Очень интересно, очень своеобразно и очень тяжело, потому что работали им очень много, я не ожидала такого, я практически не посмотрела Париж, выходных у нас не было, мы либо учились, либо у нас была работа на показах, либо на кастингах, поэтому тяжеловато на самом деле. Я приехала оттуда не выспавшаяся, измотанная, счастливая, конечно, довольная, но это все не так просто, как мне изначально казалось. Я думала, мы там пару часов будем учиться, часик кого-нибудь на бэкстейже покрасим, а там прям полноценная работа, то есть, модели одна за одной, все, бегом-бегом. Мы относились к нам не как к ученикам, а как к профессионалам, которые уже все умеют, и поэтому, конечно, периодически прям это очень уматывало. Мы приходили, падали, просто с ног болели. Ну, я знаю, что тебе предложили, предложили, да, там, остаться. Да. Но ты сказала, да нафига мне этот Париж, вы мне столько не сможете платить, сколько я зарабатываю в Барнауле. Это неправда. Нет, у меня на тот момент были отношения в Барнауле, это сейчас уже мой муж, и я не хочу жить за границей. Я люблю Россию, мне нравится здесь жить, мне нравится жить в Барнауле, я не хочу переезжать в Москву, в Питер, я не хочу никуда отсюда уезжать. Мне здесь комфортно, у меня здесь семья. Твой муж, он же младше тебя? Да. Тоже, опять же, прочитала в вопросах у тебя в Инстаграме, что муж тебе неровнее. Несмотря на свой возраст, Артем намного умнее и грамотнее, чем многие мужчины, которых я знаю, там, в 30 лет, которые старше меня. Мы выкладываем какие-то шутки, смеемся вместе. Я считаю, что этого достаточно. То, что у нас происходит в отношениях внутри, это намного глубже и серьезнее, чем все об этом думают. Все, что я зарабатываю, зарабатываю на какие-то там свои покупочки, на что-то еще, содержит нас полностью Артем. Артем очень много работает. Многие думают, что он просто диджей на крыше. На самом деле, это вовсе не основная сфера его деятельности. Артем у меня очень талантливый мальчик, не могу сказать, мужчина. Он звука и светорежиссер. Они занимаются арендой оборудования. Ваша семья была бы неполной без кота. Как так получилось, что кот просто захватил твой инстаграм, твою жизнь? Мы как-то с Артемом хотели животное, но я говорила, Артем, давай вот мы сначала как-то определимся по отношению друг к другу. Если все, мы женимся, у нас все хорошо, значит, мы заведем кота и будем спокойно жить. Потому что для меня завести кота это то же самое, что завести ребенка. Я очень ответственна в этом плане. Потом, представляете, потом разойтись, и вот остался этот кот. Как? Как вообще? То есть это же начнется, отдай кота мне, нет, мне. Начнутся вот эти дни, что... Кот будет воспитываться в неполной семье. Естественно, это неправильно. Плюс этот кот будет все равно напоминать об этих отношениях. Ну, по крайней мере, мне бы напоминал. Поэтому я не хотела заводить животное вне брака. Вот. Насколько я знаю, у тебя первая твоя семья, она распалась. Почему так получилось? Ну, я была слишком молода, когда я вышла первый раз замуж. Это вообще были мои первые серьезные отношения. Какого-то такого брака, скажем так, в том понимании, в котором его все знают, да, у нас не было. То есть мы были постоянно на расстоянии, раз в месяц мы встречались. Вот. Ну, и просто, в принципе, это вполне логично, что это закончилось, потому что ему было 19 лет, мне было 21. Ну, как-то, в моем понимании, это нормально. Вот. Первый блинкома. Чем больше ты людям рассказываешь, тем более активно это все обсуждается. И очень многие твои там какие-то фотографии, они попадают под критику. Ты как вообще относишься к критике? Мне для чего, для чего вот эти вообще, в принципе, сообщения нужны? Негативные по поводу, там, вот, там, ты поправилась или ты похудела. Может, у меня травма. Может быть, я ночами рыдаю, что я поправилась. Да? Ну, для чего это делать? То же самое с этими детьми. Вот почему ты там в 30 лет не родила? Я, может, лечусь 5 лет. Я, может, хочу этих детей, вот, как не знаю кто. Ну, как можно такое написать человеку? Ну, то есть это нет воспитания, нет чувства такта, нет вообще мозгов у человека, если он такое пишет. Потому что на все есть какие-то определенные обстоятельства, да, и не всегда это касается посторонних людей. Ну, видишь, у людей складывается впечатление, что они могут тебе это написать только потому, что ты очень многим делишься. Ну, есть какие-то темы, которые ты вот прям радикально, радикально запрещаешь обсуждать? Я очень остро реагирую, когда трогают мою семью, когда обсуждают меня, мою внешность, мои работы. Да, ну, у всех свое мнение, пожалуйста, любое мнение субъективно, поэтому я очень спокойно к этому отношусь. А на Инстаграме ты зарабатываешь? Я не могу не отвечать на этот вопрос. Не хочешь, да, отвечать? Ну, я скажу так, что я не беру всю рекламу подряд, я очень выборочно к этому отношусь. И чаще всего это прям вот какие-то совсем вот единичные варианты. Очень часто я беру что-то на бар. Например, если мне нравится этот ресторан, я могу взять там какой-то определенный депозит, например, ну, там 10 тысяч рублей, да, и без проблем их порекомендовать, потому что я туда хожу, я там кушаю, мне там нравится. То есть в моем Инстаграме пустой рекламы нет, я ее не выкладываю, я ее просто не беру, я очень много отказываю кому. В деньгах я особо не нуждаюсь и поганить себе репутацию, которую потом ни за какие деньги не купишь, я не вижу смысла. Ты вроде такая модница, я просто знаю, что ты любишь вещи и знаю, что ты любишь хорошие магазины ходить. И бывает, ты выкладываешь посты из таких простых, простых шоурумов с очень, ну, такими, такими очень, такой, на такой, ну, на определенный вкус с вещами. Это тоже коммерция или это? Ну, вот просто мне понравился сарафан. А о каком конкретно сарафане речь? Ну, там всякие бывают, вот платьишки, сарафанчики такие прям простые, простые, видно, что вот в Китае сделаны, допустим, и стоят они. Да, я могу покупать такие вещи, безусловно. То есть у тебя нету никакого-то, у тебя нету какого-то барьера, что типа я нашу только брендовые? Я тебе могу сказать, что я порой выкладываю какие-то фотографии в обычных платьишках, и у меня по 50 сообщений, я на что за платье, где его взять. То есть, если мне нравится какое-то определенное платье, я его возьму. Единственное, что я люблю дорогую обувь и люблю дорогие сумки. А ты конкурируешь с кем-то из местных инстаграмщиц? Нет. Ну, то есть у тебя есть кто-то, кто тебе там активно не нравится или очень нравится, допустим? Марусь, я такой человек, что я изначально ко всем отношусь хорошо. У меня нет никому никакого негатива. Вот до тех пор, пока человек не сделал что-то такое, что он мне как-то навредил, или мне было неприятно, или он меня как-то задел. Вот до тех пор, пока не произойдет подобной ситуации, мне все нравятся. За спиной пусть говорят все, что хотят. В лицо мне ни разу никто не подходил и ничего не говорил, поэтому. Три самых, ну, на ближайшие там 2-3 года самых заветных плана, не мечтая именно плана. Ну, если 2-3 года, наверное, уже все-таки с ребенком как-то я вот планирую. Ну, я хочу 30 лет спокойно отметить, а там уже думать. Я бы очень хотела еще раз летать куда-нибудь в Карибский бассейн. И я хотела бы расширить студию больше, сделать, потому что уже у нас очень мало места, но я думаю, что мы это постараемся сделать в ближайший год. Надо очень быть аккуратной с женщинами. Очень аккуратной нужно быть с женщинами. У меня есть одна женщина, которой я доверяю полностью, это моя мама. То есть со всеми остальными я, безусловно, чем-то делюсь, могу что-то рассказать, но я очень аккуратно это делаю, так скажем. В общем, женщины, одинокие, несчастливые женщины, страшные люди. Чему я еще в жизни научилась? Ну, наверное, от добра добра они ищут все же. То есть, когда все хорошо, вот все-все нормально, не надо пытаться как-то, не то что улучшить, искать что-то другое. Вот так, наверное, правильно сказать. У меня нет вот этого синдрома влюбиться в плохого мальчика, знаешь, вот раньше. Я в него влюбилась, вот не могу. Я влюбляюсь в отношения к себе. Ну, сама-то ты в ответочку даешь, или это все-таки больше тебе нужно, чтобы тебя... Надо спросить у моих мужчин, у моего мужчины. Ну, ты стараешься хотя бы? Конечно, естественно.